здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 2 июля записываю обзор по основным инструментам это у нас фондовые индексы снп насдак это золото это нефть еще возможно затронем другие фьючерсы это валютный рынок это евро фунт затронем bitcoin затронем несколько акций ну еще с валютного рынка затронем доллар рубль многие спрашивают комментариях что и как я раньше напомню разбирал иногда данную валютную пару когда она была скажем такая активная до доллар рубль пара но сейчас она скажем как бы не то что запрещена да как бы нет котировок а есть котировки на фьючерс доллар рубль их тоже можно анализировать поэтому можно в двух словах разобрать и так далее пишите плюс другие инструменты которые вам интересны ну давайте начнем начнем с рынка также напомню что данный обзор выйдет как у меня на канале так и на канале на моих партнеров со маркетс сегодня у нас напомню должна была быть битва аналитиков но ее мы перенесли на завтра по возможности проведем завтра если все будет нормально поэтому сегодня записываю обзор и так давайте начнем с nasdaq дальше перейдем на s&p 500 напомню на прошлой неделе я предлагал вам начинать чертить s&p 500 и nasdaq по причине что у нас было два момента достаточно таких интересных фундаментально первый у нас мы вошли в период месяц да там плюс минус уже где-то недельку мы там торгуемся что у нас скажем запрещены пока делать байбэк на рынке американских акций да мы знаем что многие компании американские в которых есть избыточная ликвидность они откупают свои акции на рынке поэтому за счет этого рынок и стремительно так растет то что мы видим это за счет не только частных условно там и крупных инвесторов это и за счет еще компаний они свои акции выкупают там миллиарды миллиардов денег нам пока мы на паузе у нас еще несколько недель есть я думаю что за это время у нас s&p 500 и nasdaq может скорректироваться напомню прошлый раз вот если технически разбирать у нас 20 июня был сформирован такой свеча молот до который сигнализирует о возможном раз не то что развороте а возможной коррекции возможной развороте более глобальным я предлагал где-то в это на этой отметке ниже 20000 пунктов начинать шортить со стоп лоссом за максимум который у нас был 20 июня у нас плюс мы видим в пятницу 28 июня у нас также сформировали молод да поэтому пока мы ниже 20000 я думаю что у нас есть перспектива для дальнейшего падения мы должны где-то уйти к локальному уровню поддержки 19 740 его пробить и дальше где-то в район там 19000 пунктов и так далее плюс помимо что касается nasdaq и s&p 500 я сказал что у нас пауза байбеки на у нас есть еще второй фактор та же компания invidia мы знаем что там два человечка возможно больше этом не вникал сильно seo компания invidia и плюс этот учредить один из учредителей они продали достаточно крупные пакеты акций своих на бирже ну то есть зафиксировали профит в принципе это умно да поэтому это еще дополнительный фактор почему стоит шаркете nasdaq s&p мы знаем что invidia если не ошибаюсь входит nasdaq если не ошибаюсь поэтому nasdaq скорее всего будет корректироваться шарким обязательно со стоп лоссами потому что я не исключаю что это все может быть коррекция и мы улетаем наверх лучше зафиксироваться и потом уже смотреть по факту так nasdaq я назвал давайте посмотрим фьючерс на s&p 500 и мини вот кто торгует пробоя смотрите я прошлый раз говорил аналогично шортить мы ставили стоп лосс за максимум мы его не снесли дополнительно сформировали в пятницу молот и сейчас на пробочек очень красиво вот кто торгует пробои я думаю что s&p в ближайшее время будет хорошо сыпаться да поэтому пока мы ниже пятнадцать пятнадцать точнее не пятнадцать пять тысяч условно 600 я за шарты ну и плюс уровень пять пятьсот условно 60 вот если по фьючерсу смотреть и мини и сейчас в принципе кто ранее не шартил на пробой данного уровня я думаю что скорее всего мы его будем пробивать поэтому коротко фундаментальные рассказал технические рассказал у нас помимо этого всего сформировали еще двойную вершину по s&p 500 до также я не исключаю что это все коррекции мы можем сегодня у нас павел если не ошибаюсь выступает плюс у нас большая статистика на этой неделе по рынку труда сша помимо рынка труда там еще куча и куча новостей рынок будет волатильный это нужно учитывать вот как то вот так поэтому s&p nasdaq short дальше что у нас интересного давайте перейдем к золоту по золоту у нас рассказываю как я вижу золото среднесрочно золото я вижу в шорт как и прошлый раз и позапрошлый раз где-то золото немножко выносит это в принципе нормально потому что золото волатильный инструмент она любит выносить на достаточно сильно и я думаю что пока мы ниже уровне сопротивления 2 340 я за шорт за шорт к цели 2 285 это минимальные цели мы их уже в принципе трогали один раз вот я на прошлой неделе говорил о шортах мы их в принципе исполнили я думаю что мы их еще раз можем протестировать и дальше я думаю что золото может падать достаточно хорошо на 100 на сто двести долларов то есть где-то в район две двести пятьдесят на две сто пятьдесят как вариант мы можем пролиться хорошо отмена сценария будет тут чтобы вы понимали есть и альтернатива до вот этому всему падению это сильный рост на обновление две пятьсот это при условии что мы по золоту ну на этой неделе условно на этих новостях будем пробивать две триста семьдесят две триста две четыреста да у две четыреста то есть у нас есть смотрите у нас есть один импульс второй импульс и третий импульс вот если мы вот я бы ориентир брал на последний но такой самый такой красивый это у нас потому что это внутренний это второй импульс вот этот большой вот если мы его поломаем вот тогда уже можно будет говорить что золото стоит покупать да поэтому обязательно работайте со стоплосами потому что не было такого что вы шортите золото золото не идет по моему основному сценарию идет идет по альтернативному ломает эти уровни и улетает высоко очень вверх вот такие что делать то есть вот это отмена будет когда мы это поломаем дальше сформируется лонговый паттерн модель да да мы будем его покупать пока я за шорт если у вас есть какое-то другое мнение по золоту пишите в комментариях я буду рад обсудить его в принципе прошлый раз вы писали с кем-то совпало с кем-то нет вот так то есть здесь очень крупный паттерн на снижение дальше нефть по нефти очень красиво отрабатывает рост последнем своем озоре называл ключевой уровень поддержки 84 мы его немножко пробивали я в какой-то момент повелся на то что здесь будет альтернатива более глубокая коррекция даже шартанул получил стоп и дальше откупал и в принципе мы неплохо растем что чтобы я дальше делал я бы потихонечку здесь вот кто покупал нефть его потихонечку фиксировался основную часть часть еще оставил потому что смотрите если глобально разбирать нефть мы находимся таком треугольнички и я думаю что нефть еще подрастет доллар 2 3 плюс минус и где-то вот здесь когда нарисует шорт плюс минус возможно наверху покажет возможно пониже я буду дальше шортить достаточно там с такими большими целями по нефти поэтому нефть кто ранее покупал я бы потихонечку был аккуратным фиксировался еще удерживал возможно сделаем там 88 89 плюс минус и дальше где-то здесь искал точки входа на шорт у нас вот такой треугольничек смотрите я думаю что нефть ну она здесь еще может конечно проболтаться но мы должны уходить вот вот сюда на 70 по нефти глобально возможно пониже и потом уже там будем говорить о глобальных покупках это уже позже ну пока я буду искать точки входа на шорт позже дальше вот хотел затронуть еще какао с ребятами его шортили то есть напомню какао последнее время стал интересным потому что у него было здесь такой вертикальный рост достаточно глобальный до кофе подорожало и после того как мы нарисовали импульс вниз в начале так скажем конец апреля начало мая я понял что скорее всего здесь будут рисовать возможный разворот тренда и после определенной коррекции она долгая была я вот здесь начал начал ребятам советовать в закрытом канале шортить и мы принципе локально неплохо снизились я думаю что возможно мы в ближайшее время будем пробивать 7000 данный уровень здесь модель на пробой рисуется поэтому ниже 7000 кто ранее не шортил попробовать с коротким стоп лоссом шортить потому что если не будет пробоя будет какой-то ложный мы еще можем этом боковике поторговаться поэтому к ориентир я вам дал уровень 7000 нам пробой дальше что касается индекса доллара давайте индекс доллара так дайте вот этот вот так нарисуем это заберем нас немножко здесь изменилась ситуация по индексу доллара пока пока все идет по плану напомню последних своих обзорах я советовал работать на укрепление доллара мы укреплялись где-то была коррекция более глубокая видим в начале начале этой недели у нас был откаты неплохие по евро доллару по фунту и по индексу доллара как видим и по другим инструментам цели у меня по индексу доллара на 106 50 до на обновление вот этого максимума мая есть здесь альтернативы что мы можем туда пойти уже более через скажем какие-то коррекции другие глубокие но это пока альтернативы есть еще вторая альтернатива что мы можем пойти на сильное снижение такой сценарий я тоже рассматриваю я прошлый раз говорил об этом но пока я работаю на укрепление доллара то есть мы по некоторым инструментам зашли на укрепление доллара смотрите евро доллар у нас что здесь может быть интересного я пока мы находимся ниже 10750 условно я за short за short с целью 10670 вот эти минимумы и вторая цель 106 то есть то же самое что я назвал по индексу доллара только зеркально здесь есть альтернатива в том что если мы все-таки не идем на падение сегодня завтра там откупаем хорошо то евро может скорректироваться в район 108 108 50 то есть это такой один из сценариев альтернативы второй альтернативный сценарий такой глобальный который я в прошлый раз обзвучивал это у нас может быть что то что вот это движение которое у нас было апрель май этот тренд вот этот это импульс вот это такая сложная коррекция мы здесь ее закончили у нас даже можно нарисовать здесь окончание то есть импульс вот эта коррекция и вот здесь как раз цены для покупок уровень гепа 107 там 10 мы сейчас покупку можно покупать если вы в этот сценарий он совпадает с вашим основным то дальше евро может ну на 109 на 110 и выше то есть уходить в космос такой сценарий есть понять понять понятен стоп и так далее то есть если в данный альтернативный сценарий совпадает с вашим сценариям который вы торгуете да потому что у каждого трейдера есть своя система если она сопоставима вы можете использовать я пока за шорт но скажем так внимательно внимательно слежу может ли бы здесь какой-то такой лонг да он возможен время покажет фунт доллар фунт доллар у нас аналогично ключ ключевой уровень сопротивления это у нас 127 идет так мелкий уберем вот у нас мы его вчера протестировали вот это такая зона 127 127 там плюс-минус 15 такая сильная зона сопротивления вот мы ее уже несколько раз тестировали я думаю что фунт возможно в ближайшее время пойдет намного ниже где-то в район 125 50 возможно 124 50 возможно это будет на этой неделе то есть мы должны по фунту по идее падать с текущих потому что если мы дальше ломаем евро будет ломать там уже какая-то другая другая картина другая реальность будет вот как то вот так то есть у нас пока ничего не показывает нам на лонг фунта по евро еще можно вытянуть как-то но по фунту никак то есть может ли быть по фунту вот этот вот этот сценарий как и по евро что вот этот тренд импульс это коррекция мы здесь заканчиваем ее вываливаемся с этого тренда да такое возможно но я пока такой сценарий буду рассматривать позже если он нарисуется пока мы ниже 1.27 я за шорт даже можно поработать на пробой 1.26 15 вот эти минимумы то есть скорее всего мы их будем пробивать есть есть давление вниз по данному инструменту а дальше по доллар рубль так так как котировки доллар рубль не по не работают давайте мы посмотрим си вот ну здесь я себя хотел и скажем скажем как бы похвалить формате то что где-то несколько месяцев назад я начал скажем делать среднесрочный прогноз на укрепление рубля против доллара с целью 80 до плюс-минус так как я видел как что у нас вот это импульс вот это все коррекция контр тренд да то есть у нас тренд восходящий и мы должны уходить на величину вот этого импульса мы как раз на него ушли но если вы поняли выполнили цели 80 на то есть поэтому здесь просто отличная отработка среднесрочного прогноза на я последние несколько месяцев иногда затрагивал данный инструмент на текущий момент какие перспективы я скажем скажем а стоит ли анализировать данный инструмент так как он в принципе назвать его рыночным сложно поэтому возможно в ближайшее время не буду но если вот так смотреть то возможно у нас здесь будет рисоваться новый такой канал условно вот так 90 на 80 то есть вот и и поэтому поэтому вот такой примерно канал может быть на ближайшее какое-то время вот так как-то это вижу это имейте ввиду дальше по биткоину по биткоину здесь у нас какая картина мы протестировали зону 60000 на и можно ли сказать что у нас идет разворот биткоина вверх то есть глобально такой сценарий я не исключаю так как у нас получается вот этот крупный крупный такой паттерн накопление большое то есть крупный капитал накапливает вроде 60 на 70 с копейками биткоин и я думаю что с этого движения мы выйдем наверх в район там 80000 то есть это такие первые цели возможно и 100 поэтому здесь нужно понять закончилась ли эта коррекция напомню раньше в обзорах я говорил что я ищу точки входа на покупку я даже там можно было шортить вот эту коррекцию но сейчас самый важный сейчас момент потому что раньше покупок здесь не было и сейчас в принципе можно ли ее найти да то есть если у нас брать вот это движение которое было 30 июня как импульс у нас сейчас коррекция можно в принципе купить биткоин со стоплосом за вот этот уровень если мы его будем ломать то дальше нужно уже смотреть здесь возможно затянется эта коррекция пониже или это будет просто вынос какой-то но я пока не исключаю рост рост биткоина то есть если брать эфир картинка ну такая такая себе можно здесь найти модель ну здесь даже можно шорт найти поэтому я пока в эфир не лезу и биткоин вот можно рискнуть да но если мы сегодня делаем поглощение вот этого импульса который был воскресенье то можно здесь другую одну одну из моделей такую если считать вот это импульс вот у нас получается 25 июня конец 24 начало 25 июня это как импульс откат в районе 60 60 200 да если захотеть покупки находить здесь их можно найти но есть моменты которые мне не нравится но этот момент он что нужно понимать не всегда рынок рисует хорошие хорошие точки входа на покупку да они могут быть иногда рискован я помню от биткоина вот здесь покупал вот в этом диапазоне в начале мая коряво было я не сильно верил то же самое как эфир но сработало то же самое сейчас может сработать если нет для этого есть стоп лосс в принципе в принципе все давайте еще посмотрим ну тесла я вот как раз разбирал с учениками мы ее активно покупали в районе 170 плюс локально она отработалась посмотрим средний срок ну и nvidia nvidia я говорил что ее стоит также рассматривать на шорт у нас нарисовался импульс коррекция и возможно nvidia начнет начнет там более более глубокую коррекцию возможно пузырь сдулся временно или не временно то есть скажем посмотрим обязательно если вы шортите nvidia то со стоп лоссами потому что тренд у нас здесь сильный это может быть очередная коррекция и дальше улетаем там на 200 а как то вот так то есть импульс коррекция коррекция корявая я бы не сказал что прям фонтан но то что имеем ладно на этом закончим всем спасибо пишите свое мнение по доллару по снт по золоту по биткоину в комментариях как вы их видите я высказал свои основные сценарии альтернативы потому что на рынке всегда есть разные варианты есть иногда сомнения всем пока будут какие то вопросы пишите в личку до свидания что и в в в Продолжение следует...